Я не очень люблю говорить на камеру всякое дерьмо, но обычно я разговариваю так в ринге, ну вы знаете. Энди Руис младший сотворил один из самых громких апсетов в супер тяжелом весе. Если не со времени поединка Тайсон Дуглас, так уж точно с момента первого боя Льюиса с Рахманом. Мексиканец проявил по-настоящему бойцовские качества. Он пережил нокдаун в третьем раунде, собрался и сознательно рискуя в разменах вытащил свой счастливый билет. После расправы над Энтони Джошуа у многих возник вопрос, кто такой этот улыбчивый толстячок Энди Руис, который неожиданно и для себя стал первым мексиканским чемпионом мира в королевском дивизионе и всего вторым латиноамериканским после Джона Руиса. А Энди не рядовой мешок. В свои 29 Энди Руис провел в профи 34 боя и проиграл лишь раз. Несмотря на победы никто не ценит Руиса как боксера из-за того, что он похож на слизня. Про него так и говорят. Жирный слизень, но с быстрыми руками. Руис сметал соперника в любительском ринге, наколотил устрашающий рекорд в 105 побед при 5 поражениях. Свои первые шаги в профессиональном боксе Руис сделал на мексиканской земле. После трех побед подряд на исторической родине он переправился на американскую сторону границы, где продолжил победное шествие. Молниеносные и мощные удары принесли Руису кличку Разрушитель. А судьба даже свела его с легендарным тренером Фредди Роучем по прозвищу Кукарача. Добро пожаловать снова на канал на связи. Сегодня я вам предлагаю посмотреть на три момента, когда Энди Руис младший потряс мир бокса. Макао, Китай, 2013 год. Энди Руис младший против Джо Хэнкса. Первый титульный шанс Руис получил уже на четвертый год профессиональных выступлений. В Макао Разрушитель нокаутировал американца Джо Хэнкса по прозвищу Будущее и стал интерконтинентальным чемпионом в тяжелом весе по версии всемирной боксерской организации WBO. 23-летний Руис по-взрослому контролировал центр ринга и выцеливал атаки. В четвертом раунде он хлесткой двойкой отправил соперника в нокдаун. Хэнкс поднялся на счет 10, только чтобы улететь на канаты уже после следующей молниеносной атаки Энди. Юниор! После уничтожения Джо Хэнкса и следующего бойца Тора Хаммера, на радарах широкой общественности засветилось прозвище Разрушитель. Победное шествие продолжалось. Свой первый пояс Руис защитил еще три раза. И в 2016 году дадут право биться за полноценный титул чемпиона мира по версии WBO. Соперником выступил непобежденный на тот момент Джозеф Паркер. Окленд, Новая Зеландия, 2016 год. Энди Руис-младший против Джозефа Паркера. В октябре 2016 года титул чемпиона мира по версии WBO стал вакантным после того, как британец Тайсон Фьюри, завоевавший его в бою с многолетним чемпионом Владимиром Кличко, добровольно отказался от своих чемпионских титулов из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем и проблем с наркотиками. И всемирная боксерская организация приняла решение о том, что 24-летний новозеландец Джозеф Паркер и 27-летний мексиканец Энди Руис-младший должны провести бой за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Я думаю, что Руис выиграет этот бой. Он бьет куда мощнее Паркера. У меня есть опыт боя с ними обоими. Если же поединок будет в Новой Зеландии, то Руису будет тяжело победить по очкам. Ему будет нужен нокаут. Но я в любом случае думаю, что он как боксер лучше Паркера. Поединок выдался не самым зрелищным. Обычно атакующий Паркер в этот раз решил поработать от соперника. А Руис, даже создавая ситуации, делал это недостаточно часто и активно, чтобы уверенно класть раунды в себе в копилку. За весь поединок боксеры не нанесли десятка точных силовых ударов. В поздних раундах мексиканец стал пропускать чаще, однако заработал немного активнее. В итоге бойцы прошли всю дистанцию 12 раундов. Энди проиграл раздельным решением судей. Я победил. Ну или хотя бы заработал ничью. Мои джебы задавали темп боя. После поражения от Паркера Руис почти год не выходил на ринг, после чего возвращается тремя триумфальными победами подряд над Девином Варгасом, Кевином Джонсоном и Александром Дмитренко. Нью-Йорк, США. 2019 год. Энтони Джошуа против Энди Руиса младшего. Я парень невысокий и полный, но очень быстрый. Неудача в Новой Зеландии осталась единственной в карьере Энди Руиса, но его все равно продолжали недооценивать. Увы, именно из-за нестандарта для спортсмена внешности. Бой Джошуа Миллер должен был состояться 1 июня 2019 года в спортивном комплексе Мэдисон Свергарден в Нью-Йорке. Об этом было официально объявлено в феврале 2019 года. Однако в середине апреля 2019 года стало известно, что Миллер провалил несколько контрольных допинг-тестов подряд, и ему было отказано в выдаче боксерской лицензии, из-за чего он перестал считаться следующим соперником чемпиона мира Энтони Джошуа. Но команда Джошуа бой не отменила, а постаралась как можно скорее найти замену Миллеру. Самыми вероятными претендентами на замену Миллера были кубинец Луис Ортис, который в 2018 году претендовал на титул чемпиона мира по версии WBC, и американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший, который в 2016 году претендовал на вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Однако Ортис на предложение провести поединок против Джошуа ответил отказом. В итоге соперником Джошуа стал Руис-младший. Я готов умереть в ринге с Джошуа. Победа в этом поединке будет много значить для меня, моей семьи и моей страны. Готовясь к бою против Джошуа, Энди сбросил больше 6 килограммов. Ключом к этому стал полный отказ от фастфуда. Не важно, как ты выглядишь. В боксе имеют значение навыки, умения, сердце и голова. У Энди есть все, что я назвал. Он может и драться, и боксировать, а это очень важно. Я думаю, что Энди достойный претендент. Он докажет это 1 июня. 1 июня 2019 года Руис сенсационно выиграл у Энтони Джошуа. Перед поединком британец был однозначным фаворитом букмекеров. Но Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде. В ходе боя Руис был в нокдауне в третьем раунде. А Джошуа трижды побывал в нокдауне в третьем раунде и дважды в седьмом. По итогам поединка Энди Руис младший завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Я парень невысокий и полный, но очень быстрый. Всю жизнь я был крупным, и бывало меня это угнетало. Бокс спас мне жизнь, и я поверил в себя. Всю свою жизнь я был неудачником, а теперь стал чемпионом мира. Джошуа не тот парень, который будет сидеть и плакать. Он проанализирует свое выступление и станет лучше. Отныне у всякого, кого упрекали за лишние сантиметры на талии, есть что на это ответить. Ведь сокрушив чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа, мексиканский здоровяк Энди Руис младший всем доказал, что атлетическое телосложение – это еще не залог успеха. Ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свое мнение об услышанном. Делитесь роликом с друзьями, и не забывайте подписываться на канал на связи, чтобы не пропустить следующий не менее интересный выпуск. Берегите себя, увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова